На энтузиазме, почему сотрудникам бийского филиала новосибирского мелькомбината не платят зарплату? Старт чемпиона, с чего начинают путь великие борцы. Ведите себя прилично, алтайским учителям предлагают носить купальники 19 века. В эфире наши новости. Здравствуйте, в студии Евгения Даровская. Первое серьезное подтопление на Алтае. Сегодня утром талые воды размыли дорогу к поселке Октябрьский Олейского района. ЧП нарушило транспортное сообщение с населенным пунктом, в результате чего больше ста человек оказались оторваны от большой земли. Сейчас на аварийном участке ведутся активные работы по обеспечению проезда, пояснили в Краевом Минтрансе. На время восстановительных работ закрыто движение для всех видов транспорта. Выехать из поселка не могут даже жители. В ведомстве пообещали, что движение восстановят в кратчайшие сроки. Грунт еще надо уплотнять, там же есть промоины, которые сейчас забьют до конца грунтом, они еще подсядут, еще уплотнят и все. Ну, я думаю, поставят знаки, гранат еще по габариту, по скорости, чтобы люди сегодня не разгонялись. Получается, к вечеру движение будет полностью открыто? Ну да. А жители трех барнаульских районов не могут вовремя попасть на работу по причине, не связанной с потеплением. Почти 250 человек обратились к губернатору с просьбой вернуть на три городских маршрута прежнего пассажироперевозчика. Речь идет о компании «Агастранс», которая в конце марта ушла с направлений номер 33, 77 и 121, проиграв городской конкурс. Сегодня восьмой день, когда на трех маршрутах работает новая фирма «Транслайн». Но терпение пассажиров, видимо, закончилось. В главе региона направлено три обращения от жителей района Канадного проезда, ВРЗ и Сибирской долины. Люди жалуются на долгое ожидание транспорта и считают, что в компании попросту не хватает машин. Например, на 33 маршруте посчитали пассажиры, вместо 15 автобусов, которые ездили раньше, сейчас работает всего 8. А пассажиры 77-го пишут, что этот маршрут – их единственная связь с городом, но попасть на работу вовремя они не могут. Расписание нарушено, автобусы теперь ходят крайне редко. После 20-30 нет возможности уехать домой с приходом нового перевозчика. Приходится ездить на такси за свой счет. Это очень накладно. Смирнова, продавец магазина. Прежде жители жаловались на возраст автобусов новой компании и грязь в салонах. 250 горожан просят вернуть на три маршрута прежнюю компанию. Напомним, в апреле должно состояться заседание суда. Перевозчик АГА «Странс» требует отменить результаты городского конкурса. Не на что жить и работникам крупной бийской компании. Их оставили без заработной платы. Деньги дают, но с большими задержками. В марте сотрудников бийского филиала новосибирского мелькомбинатора считали только за январь. Почему, выясняли наши коллеги из Наукограда. Многодетный отец Валерий Манько на предприятии работает порядка двух лет. Сейчас доходит вплоть до того, что он не знает, чем кормить семью. Накопились большие долги по коммунальным услугам. На работу ходит исправно, трудится как и положено. Но вот своих честно заработанных денег не видит. Ну смешно. Люди работают же, видят же, что продукция отгружается. Что люди перерабатывают же эту продукцию. А в результате-то денег-то нет. В подобное финансово яме сегодня оказались практически все работники предприятия. Многие от безысходности пишут заявление на увольнение. Именно так поступил Дмитрий Васильев. Молодой специалист вышел на работу в ноябре прошлого года. Пообещали хорошую, а самое главное – стабильную заработную плату. Только вот никакой стабильности он не увидел. Разве что стабильность в задержке. Пытаются как и успокоить, мол, придет новый инвестор, то, что купит предприятие. Ну, всем очевидно, то, что предприятие довольно-таки уже в плачевном состоянии, оно все разваливается. И опять же опасается то, что может произойти как с изумрудной страной. Практически все поголовно говорят. То, что также могут взять, пойти на банкротство и бросить людей. На дворе конец марта, а на карту несколько дней назад только пришли остатки заработной платы за январь. Как жить? Руководство компании людям не поясняет. Проблемы с выплатой заработной платы на обийском предприятии начались осенью прошлого года. Но тогда руководство говорило работникам о том, что, мол, дождитесь нового урожая и все у вас будет хорошо. Новый урожай пришел, но денег в кошельках бейчан больше не стало. И сейчас для того, чтобы хоть как-то выжить и прокормить свою семью, люди вынуждены под зарплату брать те же крупы и корма и продавать их на стороне. По-другому, говорят они, не выжить. И это при том, говорят бейчане, что компания работает круглосуточно. Производство не останавливается. Отгрузка готовой продукции производится буквально каждый день. Работники уже написали жалобу в правоохранительные органы. Кроме того, коллективное обращение с просьбой разобраться в ситуации поступило депутату краевого законодательного собрания Андрею Абрамову. Представитель Бийска в краевом парламенте уже направил официальное обращение в прокуратуру. Люди уверены, что по-другому добиться выплаты честно заработанных денег у них не получится. Ходить каждый раз на поклон к руководителю они уже устали. Евгений Плохотин, Андрей Сигаев. Бийск специально для наших новостей. Пассажирам, которые упали с трапа во время посадки на самолет в Барнаульском аэропорту, компенсацию выплатили. Как нам сообщила в телефонном разговоре одна из пострадавших, деньги ей вернули практически сразу. Кроме того, людям перечислили и страховые выплаты, предусмотренные авиакомпанией, по 220 тысяч рублей. А вот компенсацию за моральный ущерб пассажиры так и не получили. Аэропорт пока не признан виновным и ведется экспертиза. Поэтому никаких средств на реабилитацию, которые изначально они обещали, ни моральной компенсации, ничего не готовы выплатить, пока они не будут признаны виновными. Следователь говорит, что 190% что-то будет признан в авиапоприятии, потому что изначально трап там уже не должен был эксплуатироваться. Напомним, ЧП произошло 12 февраля. При посадке на московский рейс уральских авиалиний под пассажирами рухнул трап. Как после выяснилось, срок его эксплуатации истек, а перед использованием трап не обследовался на безопасность. Ну а пока пострадавшая больше всего пассажирка находится дома. Марию Бутину ждут дома уже в конце этого месяца. Защита и обвинения в Соединенных Штатах Америки предлагают депортировать девушку в Россию в день оглашения приговора. Судебное заседание запланировано на 26 апреля. Отец обвиняемой в шпионаже девушки рассказал нашей съемочной группе, что надеется на благоприятный исход заседания. Мария Бутина, ее адвокаты и сторона обвинения в пятницу направили в суд округа Колумбия пакет документов. Бутина отказалась от своих прав на защиту от высылки из страны, а также пообещала не пытаться вновь попасть в Штаты. Сторона обвинения не против. К вынесению приговора Мария готова морально и физически заверил нас ее отец Валерий Бутин. Состояние здоровья не ухудшилось, то есть она в прежнем себя поддерживает в нормальной физической форме, психологически тоже устойчиво и уверенно держится. И в ожидании скорой развязки и окончания этого дела. Под стражей Мария Бутина находится почти год. Ей вменяют вступление в заговор в качестве иностранного агента другого государства. Свою вину девушка признала. Ей грозит не более пяти лет лишения свободы или штраф в 250 тысяч долларов. Тысячи долларов ежегодно похищают и у доверчивых жителей мошенники. Ваш родственник попал в беду или кредитная карта заблокирована. Уже многим известно, что подобные сообщения могут не просто напугать, но и оставить без денег. В этом году правоохранители отметили рост преступлений, связанных с мошенничеством. Причем дистанционным, то есть совершаемым через интернет или мобильный телефон. О том, какие преступления, какие схемы распространены сейчас в регионе и как не попасть в руки злоумышленников, рассказали представители ГУВД на встрече с журналистами. За минувшие два месяца возбуждено свыше 500 уголовных дел. Это в половину больше, чем в прошлом году. Среди самых распространенных схем обмана рассылка в соцсетях сообщений с просьбой одолжить денег, звонки о блокировке банковских карт и якобы от родственников, попавших в беду. Вроде бы позвонил сын или дочь, голос не успела распознать, но в голове уже осталось то, что звонил действительно либо сын, либо дочь. А факт того, что узнал от него по голосу или нет, он не перепроверяется. И, соответственно, мошенник, зацепив человека на эмоциональной волне, ведет его до конца. Хотя, по сути, надо просто прервать разговор. В большинстве случаев злоумышленники орудуют за пределами Алтайского края. Но, как заявляют полицейские, раскрываемость подобных преступлений увеличилась более чем на треть благодаря регулярным разыскным мероприятиям в других регионах. Для этих целей работает специальное подразделение по раскрытию резонансных преступлений. Но и все же правоохранители советуют быть бдительными, проверять входящую информацию и не доверять персональные данные посторонним. Продолжаем. Олимпийские чемпионы, большие политики и 120 сильнейших спортсменов из восьми регионов. Один из старейших сибирских турниров по греко-римской борьбе для юношей прошел в Новоалтайске. Почему так важны эти соревнования для судьбы классической борьбы в крае, расскажет Андрей Дреер. В 49-й раз и по традиции в том же зале юношеский турнир по греко-римской борьбе в Новоалтайске стал началом многих чемпионских карьер. Вот, например, Юрий Гудочкин, что в центре, здесь прошел путь от борца-юниора до главного судьи соревнований. Эти состязания одни из старейших в Сибири. Уже уходят из жизни те, кто еще в 70-х все начинал. За несколько недель до начала турнира умер один из его создателей, Евгений Дубовцев. Вот он буквально две недели назад болел сильно. До этого он постоянно посещал наш турнир, как почетный гость. Он всегда присутствовал. Время берет свое, люди уходят. Теперь соревнование организует администрация Новоалтайской спортивный клуб «Чемпион». Этот турнир может похвастать не только историей, но и статусом. В гостях министр спорта края Алексей Перфилев, депутат Государственной думы Александр Прокопьев. Благодаря ему в Новоалтайск смогли приехать и настоящие олимпийские звезды. Все говорит о том, что не последнюю ставку в краевом спорте делают именно на греко-римскую борьбу. Безусловно, это сплав физической силы и интеллекта. И, как сказал наш легендарный сибиряк, наш с вами друг Александр Харелин, греко-римская борьба – это те же самые шахматы, только фигуры побольше. Поэтому передвигайте эти фигуры с умом. Александр Прокопьев вручил спортсменам и тренерам благодарственные письма. Подарил детям новую форму, а почти часовой мастер-класс провели чемпионы Олимпийских игр Алексей Мишин, Мнацакан Искандарян и обладатель Кубка мира Андрей Черепахин. И приемом учили и тактики, и глобальные проблемы классической борьбы успели поднять. В последнее время у нас учат только толкать, учат один балл взять, и это плохо. Когда я выигрывал чемпионаты мира Европы под руководством Искандаряна, столько приемов показывали, мы что-то улавливали и мы бросали. А сейчас в последнее время немножко борьба стала как на сумму похожей. Выталкивание за ковер, и поэтому, возможно, зрелищность пропала. Возвращать спорт зрелищность, понятное дело, придется этим ребятам. Ты победитель предыдущего соревнования, правильно понимаю? Ну, этого турнира данного, я четыре раза его выигрывал уже. Ты четыре раза выигрывал турнир? Этот турнир, да. Руслан Наврузов победил и в этот раз. Из 11 золотых медалей в разных весовых категориях 4 забрали новоалтайцы. По результатам этого турнира они выступили успешнее, чем юноши из Новосибирска, Норильска, Томска, Хакасии и Республики Алтай. Андрей Дреер, Андрей Печоркин. Наши новости. А день им всех неожиданный поворот получила история с учительницей, которую обвинили в превольном поведении из-за фото в купальнике. После скандала в крае приняли решение обязать преподавателей школ надевать на пляжах специальные закрытые купальные костюмы. Инициатива уже готовится к реализации. О подарке чиновников к 1 апреля расскажут наши корреспонденты. Это юмористические фотографии российских педагогов. Так учителя выступили в поддержку алтайской коллеги, которую вынудили уйти из школы из-за фото в купальнике. Женщины пошутили над излишне целомудренным руководством Барнаульской школы. Тот случай, когда в шутке была большая доля правды. После скандала чиновники решили поступить проще. Запретить учителям появляться в открытых купальниках. Тогда и проблем не будет. Теперь обязательным стандартом для педагогов станет купальник формата 19 века. Запретить селфи на пляже нельзя. Зато можно запретить современные купальни, а значит вульгарные, по мнению чиновников, костюмы. Закрытые плечи и ноги почти по колено. Теперь женщины на пляжах и их посты в соцсетях должны выглядеть именно так. Марина, имя изменено, молодая учительница физики, говорит, что свою фигуру прятать не собирается. А что, я хорошо выгляжу. Откровенно могу сказать, что тренируюсь в зале, качаюсь, чтобы выглядеть привлекательно. Ну а то, что сейчас сделать хотят, это вообще позор. И я себя под этим скрывать вообще не собираюсь. Учителя не согласны. Но некоторые барнаульские дизайнеры уже чувствуют тренд. Например, создатель линейки авторской одежды Александр Смешко уже дорабатывает свои наброски. Здесь, кстати, можно будет сделать чуть-чуть рукав подлиннее. Вот так вот. Вот здесь, кстати, скорее всего будет юбка. Даже не скорее всего, она тут в принципе будет уместна. Вот так вот. Вот что-то подобное было в начале, в середине 19 века. Именно такая мода. Чтобы все было закрыто, чтобы было минимум обнаженки. Дизайнер торопится подготовить новые модели к запуску. Тем более спрос будет. Чиновники уже заявили о выплатах для преподавателей. До 4 тысяч рублей может получить педагог для приобретения купального костюма нового формата. Если успеет 1 апреля. Андрей Дриер, Николай Шелко, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды компания Эвалар. Черникофорте Эвалар. Самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникофорте для всей семьи. И даже детям с 3 лет. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В Краепеременная облачность. Без осадков. И, пожалуй, можно купаться. Тепло в Белокурихе до плюс 20. В Бийске, Олейске и Рубцовске до 15 тепла. В Барнауле прохладнее. Без осадков. Плюсовая температура ночью. Днем всего 10 в Ишинале. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.